Добрый день, друзья! С вами я, Екатерина Романенко. Вы смотрите наш канал Переезд в Краснодар и в Краснодарский край. Но для тех, кто планирует перебраться на ПМЖ в город Краснодар, либо в его ближайшее окружение, напомню, что работаем для вас в радиусе 60 километров от центра города Краснодара, как с домами, так и с квартирами, с готовыми и состроящимися. Поэтому, если вы планируете перебраться на ПМЖ в город Краснодар или край, пишите, звоните, с удовольствием вам в этом поможем. Порекомендуем, куда же лучше обратить свой взор, на какой локации лучше остановиться. Порекомендуем дом, квартиру, так что цена соответствовала качеству, чтобы остались довольны своей покупкой. Сегодня мы будем смотреть с вами дом, который находится в станице Плустуновской, в станице Деньского района. Станица прямо рядом к самой центральной районной станице, в самой Деньской, в станицу Людот. Давайте посмотрим подъездные пути. Грунтовая дорога здесь, и вот машины проходят. Это съезд асфальтированной дороги, не более 150 метров. Давайте будем заходить в дом, буду рассказывать уже внутри, по участку прогуляемся, по инфраструктуре, ну и, соответственно, по самому объекту. Будем с вами смотреть дом 2017 года постройки. На земельном участке 8 соток, и еще у нас есть арендованный участок 4 сотки. Итого общая площадь земельного участка 12 соток. Стоимость объекта будет составлять у нас 8 миллионов 500. Сейчас все с вами рассмотрим. Значит, по ширине фасада здесь у нас 26 метров. Забор на металлическом каркасе, профлист. С левой стороны откатные ворота, и далее мы попадаем под навес для заезда под машину. Давайте сразу осмотримся с этой стороны от дома, чтобы потом сюда не возвращаться. Значит, с левой стороны от дома виноградник на металлическом каркасе образует такую тенистую беседку. И вот прямо туда, если проходить, здесь прям длинный мысокород увидим, оформлен и устроен курятник. Куры, утки, индоутки. Тут плещется все, что только можно. Обходим дом с правой стороны. Обратите внимание, перед домом разбит цветник. Очень красивые розы, прям всех цветов. Да, и оранжевые, розовые, красные, желтые, прям все, что только можно. Огромнейший навес для заезда под машину, ну и, как говорится, для хранения всего, что только можно в доме придумать. Бетонированный пол, профлистом зашит навес, накрыта крыша, выведено освещение. Ну, а мы с вами проходим далее на земельный участок. Так, участок достаточно большой, 12 соток общая площадь участка. Фруктовых деревьев также сидит достаточно здесь. Разные виды у нас винограда, малина, слива, черешня, яблони, инжир, три персика, несколько черешин. Ну, черешня, прям, друзья, моя слабость в этом году. Куда не заходим, сейчас первые числа июня, 30 градусов плюс, черешня зреет прям каждый день. Огород ухаживается, разрабатывается, много чего сейчас сидит. Это, я смотрю, кукуруза и морковь ранее, свекла, лук, морковь, картошка, фасоль, огурцы. В общем, все, что можно было, все посадили. Ну, фруктовый сад, безусловно, он есть и порадует уже в ближайшее время своих новых владельцев. Давайте будем возвращаться к осмотру самого дома. С правой стороны, да, вот он во всей красе наш курятник. Красотки внутри ходят, ну, хозяйство в доме присутствует. Вот из надворных построек есть уличный туалет. Ну, вот в таком, во временном варианте представлен сарай. Ну, все равно что-то, как обычно, положить можно, да, чтобы не могло, не мешалось. Ну, вот в таком формате представленных сарайчик. Значит, на участок выведена вода, что тоже очень удобно. По коммуникациям здесь все центральное. Газ, свет, вода. Скважина на участок не выводилась, не заводилась. Свет 220 подключен к дому и 380 они заведены. Есть возможность подключения, но не требовалось, но при желании подключить можно. Что касается местоположения, где мы с вами относительно станицы, да. Мы порядка 10 минут ходьбы до школы, ориентируемся на шестую школу. Порядка 10 минут до магнита. Остановка общественного транспорта порядка 5-7 минут от дома. Но в целом мы находимся в хорошем месте станицы. Дом у нас блочный, на ленточном фундаменте. 80 сантиметров лента. Цоколь плита, как обычно. Цоколь выложен декоративным камушком. Ну, вот блок не облицован. Ну, как есть. А дом в двух этажах, 125 квадратных метров общая его площадь, 4 спальни. Сейчас будем все с вами смотреть. Дом в жилом состоянии. Заходим дальше, осматриваться уже изнутри. Так, ну что, на входе у нас есть такая большая прихожка. Она отапливаемая стеклом полом. Это можно использовать как полноценную прихожую, оснастить мебелью. Так, чтобы в дом далее потом уже вещи и обувь не тянулись. Дом у нас в двух этажах. На первом этаже много помещений. Сейчас все будем глядеть. Значит, хоу первого этажа. Вниз под лестницу. Вот мы открыли, можно посмотреть. У нас идет подвал. Подвал достаточно большой. Очень удобная штука для хранения. Поэтому важно многим, что раз есть подвал, значит дом точно будет сухой. Никакой воды здесь не будет. Площадь коридора нашего 9,5 квадратных метров. Там, где лежит плиточка, коридор, санузел, кухня. Там у нас будет теплый пол. Стены оклеены обойной. Потолок здесь гипсокартон под покраску. Высокие потолки. Метро 3 в чистом виде будет здесь точно. Давайте смотреть по планировке. С левой стороны расположился санузел. Санузел здесь совмещен. Площадь его составляет 5,8 квадратных метров. На полу лежит плитка. Стена также в плитке. Сантехника вся установлена. Все живое, все рабочее. Далее с левой стороны мы идем смотрим. Расположилась кухня. Здесь зона кухни. Вот именно кухня-столовая. 13,7 квадратных метров. Стенка рабочая в плитке. На полу также лежит плиточка. Стены под покраску. Потолок набран в пластиковые панели. Также напомню, что в кухне у нас теплый пол. Далее в правую сторону огромная гостиная. Площадь ее составляет 28 квадратных метров. Кухня и гостиная располагаются прямо рядом. Поэтому, наверное, с этим умыслом мы сделали отдельно кухню-зону готовки. А здесь гости и все вместе встречаются, собираются. Стеклопакеты установлены по всему дому. Потолок здесь также гипсокартон под покраску. На полу лежит линолеум под ламена. Стены поклеены обоями. На первом этаже есть две жилые комнаты. Давайте их осмотрим. Первая спальня. Площадь 9,4 квадратных метра. На полу также лежит линолеум. Стены оклеены обоями. Потолок также обои. Следующая жилая комната вашему вниманию. Комната площадью 9 квадратных метров. Стены. Также обои. Пол линолеум под ламена. Потолок, обои. Циклопакеты установлены. Полноценная жилая комната. Две жилых комнаты у нас на первом этаже. Огромная гостиная и зона кухни отдельно. Поднимаемся на второй этаж, чтобы осмотреть помещение там. Напомню, что смотрим дом в станице Пластуновской. Площадью 125 квадратных метров в двух этажах. Четыре спальни. Большая кухня-гостиная. Смотрим дом на земельном участке. 8 соток, 4 варенде. Итого 12. Дом со всеми центральными коммуникациями. Стоимость объекта составляет у нас 8 миллионов 500. Поднялись на второй этаж. Металлическая лестница. Металлический каркас, деревянные подступленки. Все, мы на месте. По планировке давайте разбираться. Значит, вот этот холл-коридор составляет у нас площадью 24 квадратных метра. Здесь расположились две жилые комнаты. Рядышком. Давайте с вами их посмотрим. Первая жилая комната. В целом они две одинаковые по размеру. 11,8. Округлю 12 квадратных метров. В спании стены здесь оклеены обойми. На полу лежит ламинат. На потолке потолочная плитка. И вторая жилая комната, которая рядышком. Такая же по площади. 11,8 квадратных метров. Стены оклеены обойми. Потолочная плитка. Потолок. И ламинат лежит на полу. Есть два подсобных помещения. А, кстати, смотрите, друзья. При желании можно организовать абсолютно свободно третью жилую комнату. Для этого нужна одна стена из гипсокартона. И вуаля. На втором этаже у нас три спальни. Если нужна пятая спальня. За этой дверью расположились под крышей различные коммуникации. Но в целом можно как подсобное помещение использовать данную площадь. И также такая же а-ля кладовка у нас есть вот здесь. Также можно данную площадь, кстати говоря, использовать не как кладовку, а как полноценный санузел. То есть санузел второго этажа, да, можно вывести вот сюда. Итого. Мы с вами осмотрели дом. 125 квадратных метров. По факту сейчас четырьмя спальнями. При желании можно организовать пятую. Мне же все, комнат мало бывает, да? Поискать, где же еще найти полезную площадь. Как можно устроить. Стоимость объекта составляет 8 миллионов 500. Находимся мы с вами в станице Полстуновска, станице Динского района. Если вы готовы рассмотреть такой объект в покупке, пишите, звоните. С удовольствием его покажем. Вы подписывайтесь на наш канал. Не забывайте ставить уведомления вот здесь в колокольчике, чтобы ничего не пропустить. Рекомендую. Ну и также внизу рекомендую подписаться на ссылочку на наш телеграм-канал, если еще не подписались. С вами я Екатерина Романенко, Центр недвижимости Компромисс.